Вход на объекты специального назначения обычно запрещен. Завесу секретности приоткрывают только для потенциальных сотрудников. И то раз в году, в день карьеры. У студентов политеха есть возможность уже сейчас приложить руку к строительству космодромов и пусковых установок. Ведь недаром в университете даже есть кафедра строительства уникальных зданий и сооружений. Наш выпускник с шестилетним сроком обучения, он имеет обычно 2-3 года стажа практической работы по специальности в режиме частичной занятости. Это готовые работники, это не вузовские специалисты с вузовской комедии. Это готовые специалисты, которые могут ставить и решать сложные научно-технические задачи. Для спецстроя мы всегда найдем людей, которые согласны работать. И работать не в Питере, а работать на важнейших стройках нашей страны. Со спецстроем университет сотрудничает еще с советских времен. Именно эта организация строит по заказу атомщиков, физиков, ядерщиков и Министерства обороны. А их сооружение, по словам специалистов, кардинально отличается от обычного строительства. Взять хотя бы новые технологии, которые используются при возведении объектов. Последнее, то, что мы построили и успешно реализовали в прошлом году, в 2014 году, это универсальный стартовый комплекс новейшей российской ракеты «Ангара» на космодроме Плесец. В прошлом году состоялось два старта. Это легкая ракета, испытательная. И в декабре состоялся запуск тяжелой ракеты «Ангара». Успешно состоялся. И там работали, стройка шла на протяжении 10 лет. Как бы сложнейшая система. И впервые там были применены. Начать студентам предлагают со строя отрядов, чтобы на собственном опыте ощутить, что такое работа вдали от дома. Впрочем, есть и свои плюсы в таких стажировках. Например, прокатиться по всей стране и приобщиться к сложной, но интересной и очень важной работе. Роман Иконников, Елена Гортинская, Владимир Миленик. Новости Калининского района.